сегодня у нас у меня такой веселый день у меня сегодня пенсия я получила пенсию а как я узнала о том что пенсия потому что у меня есть приложение на смартфоне и я проверяла с утра и я увидела что мне поступила пенсия моя она у меня не маленькая хорошая пенсия можно на ней просто сидеть дома не работать если никому не помогать то можно даже по горящим путевочкам подкопить и так путешествовать раз по горящим дешевым путевкам который совсем дешевый пенсионеры так и делают туристы и общалась с ними они так и делают я мечтала так делать тоже чтоб по горящим путевкам есть еще видео снимать но в жизни все по другому получается так что же я очень так я узнала не из приложения того банка куда перечисляется пенсии я перечислила белье мне перечислили я увидела открыла увидела и поэтому приложению я сразу же сразу сделала платежи и переводы конечно самое главное я перевела сумму процентов не знаю как она не маленькая но и не слишком крупная свои дочки от меня помощь для девочек потому что у нас девочки маленькие 5 и 6 лет тут в августе 6 лет будет там и питание одежды надо все еще они живут на квартире плюс их доходы на у молодежи сейчас маленькие доходы такие я помогаю помогаю все помогаем короче ну как не помочь я думаю своим внукам и детям все пенсионеры вот даже 30 там 40 рублей получает там сколько минималка будет это наверное какую-то десяточку отдаст своим детям может быть есть такие дети которые родителям помогают но сейчас пока наоборот и так дорогие друзья вот я увидела сумму и сразу же заплатила не выходя из кабинета побед я заплатила куда я заплатила так перевод сделала за судовую связь заплатила за свою тариф 3000 дочки поддерживая ее этим чтобы она со мной общалась 3000 оплатила и потом казах телеком у меня услуга такая очень выгодная 4500 туда входит интернет трафик бесконечный и входит две карты две сим-карты одну я дочке отдала это тариф семейный и мне зачем две карты конечно я и отправила поддерживаю пусть общается с подружками со мной и и в интернете они у них интернет не такой как у меня и все равно у них это все они стараются дотянуть конечно и к тому же они в интернете работают там тоже и так далее еще у меня платеж за воду я вот воду без как называется без счетчика у меня вода 17000 я плачу тенье в год обычно летом я опять заплатила 5 сейчас и 7000 я заплачу в следующем месяце до сбор и так вот эти основные платежи еще 2000 я плачу шаг из энерго обычно мне пошли без энерго переплата потому что я очень экономная телевизор я не смотрю а он очень энергоемкий я все на смартфонах у меня вся жизнь ноутбук если но в основе я на смартфонах дома если что-то сделать и это уже экономия но только если смартфон зарядить потом нам не новое платье то есть не новое платье одно из моих платье многочисленных это белорусское платье из вискозы мне вчера наталья колодина спасибо вам большое написала о том что обратила внимание на мои платье да у меня коллекция платит меня на 20 летних платит почему потому что двухтысячных я покупала и вот в интернет-магазинах они там со скидками как не купить вот это платье за четыре тысячи тенге это вообще дешево а она известно за ну длинное симпатично мне не жарко и так далее в общем спасибо наталья за внимание и так продолжаем и вот такие я платежи сделала еще пенсия мне не закончилась я сделаю еще два еще два платежа я заплачу два кредита один у меня кредит на покупку дорогого смартфона со стабилизацией на которой сейчас съемка идет а второй у меня поездка во вьетнам которая не состоялась деньги заморозили эти пока но все равно платить кредит же я должна деньги мне ну как бы вежливо не возвращают намекают что они будут с потерями возвращены что это вопрос индивидуальный пока переносят тур вот перенесли на 29 сентября я уже начала в августе думать о том а может быть нужно заказывать гостиницу новосибирске вот мысль такая думаю заказать и билет на поезды новосибирске но мне позвонил вчера менеджер и сказал знаете рейс бронет меняется у сама турфирма отменила переносится на другой срок у меня знаете какой срок не перенесли на май 2021 года и вообще это все будет действовать по декабрь 2021 года и так двадцатом году я никуда не еду дорогие мои вернемся к моей пенсии и так она у меня не маленькая не огромная нормально хорошая пенсия ее достаточно было не имея кредитов не имея там каких-то других расходов просто жить на нее спокойно и даже иногда путешествовать но в жизни происходит по-другому мы все живем на эмоциях и естественно близких жаль хочется помочь конечно же это долг даже родительский и так дорогие друзья остается небольшая сумма но ее недостаточно на питание на проезд тем более вы же вот видео мои видите я видео рассказываю что иногда я езжу на такси вот именно в эпоху коронавируса коронавируса поэтому для того чтобы не ехать утром в часы пик в автобусе не инфекцию не подхватить вот иногда утром я езжу на такси с водителями которые берут плату такую приемлемую небольшую даже и все бюджет закончен поэтому нужны еще деньги но естественно для того чтобы добыть деньги я работаю и я уже могу планировать и путешествие ну и более свободную финансовую жизнь такую полегче которая жизнь делает легче и вот я пенсионер работающий и себя чувствую нормально хорошо но в остальном дорогие друзья то что не состоялось путешествие но знаете это как пир во время чумы наверное хорошо что она не состоялась именно сейчас потому что ну как-то ездить на отдых это все равно развлечения это веселое времяпрепровождение а в нашем городе в нашем нашей стране казахстане к сожалению эпидемиологическая обстановка очень серьезная болеют и даже умирают люди и я все-таки хочу пока ну просто жить работать всем желаю здоровья очень серьезно я надо